Добрый день, Ольга. Всем огромный привет. Приветствую западную и восточную Россию, центральный наш регион. Привет спантанцам, я знаю, что они сегодня в комнате. Ребята, у нас сегодня потрясающая тема, которая, конечно же, очень важна. Все, убавила звук. Все хорошо? Так, если надо еще убавить. Так, все окей, да? Все, звук пошел нормально. Так, все замечательно. Сегодня у нас отличная тема, закрытие сделки. Тема очень важная, потому что именно благодаря знаниям некоторых секретов мы можем сделать так, что в нашей команде будет большее количество партнеров. И мы можем сделать так, что передавая эти знания нашим партнерам, наши команды будут расти быстрыми темпами. На самом деле, всегда наблюдается следующая картинка. Я ее очень часто вижу, и вы очень часто с ней, наверное, сталкиваетесь. И важно понять, что самая большая типичная ошибка новичков является следующие два фактора. Значит, первый фактор. Вы провели встречу, либо вы пригласили человека на презентацию, где он услышал всю информацию подробную, либо вы дали человеку посмотреть наше видео в записи, потому что у нас на YouTube огромное количество полезной информации о компании. И после этого вы сидите и ждете, зажав кулачки, что этот человек сейчас вам позвонит, и, собственно говоря, начнет кричать в телефонную трубку. Слушай, какая классная информация, вообще супер компания, давай быстрее будем регистрироваться. И второй вариант, точно такая же типичная ошибка, это вы дали человеку информацию, и после этого не можете никак остановиться. То есть вы продолжаете говорить, 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 говорить. Это очень часто происходит по одной простой причине. После того, как человек услышал основную информацию, вы не увидели в его глазах ответа, что он уже созрел, он уже готов перейти к подписанию договора, покупке пакета, и у вас складывается ситуация, ощущение, что вы ему очень мало дали, мало рассказали. И вы начинаете что-то вспоминать еще о самой компании, вы пытаетесь показать какие-то эффективные фишки маркетинг-плана, вы пытаетесь еще немножко, но более глобальнее, показать, как эта компания вообще себя чувствует на рынке. И в общем, у вас такой очень хороший поток, который невозможно остановить. Почему эти две ошибки являются самыми такими важными, благодаря которым вы не закрываетесь делать? Дело в том, что в первой части, когда вы даете информацию, и во второй части, когда вы много говорите, вы не делаете самого главного. Вы не подводите человека к принятию решения, и по сути дела вы не получаете необходимого отклика, благодаря которому вам становится понятно. Человек-то вообще заинтересовался вашей темой? Человек вообще готов начинать с вами бизнес? Итак, основная задача – перейти к самому главному. Итак, секрет закрытия сделки номер один. Эффект продажи самому себе. Но на самом деле все выглядит очень просто, прям то, как написано на картинке. Куй железо, не отходя от кассы. Важно начинать задавать вопросы в тот момент, когда человек первичную информацию уже получил. И эффект продажи самому себе как раз строится из того, что вы задаете вопросы, человек на эти вопросы отвечает, и вам сразу становится понятно, что человек усвоил из полученной информации, что ему уже нравится, что его смущает и т.д. и т.п. Поэтому поймите, пожалуйста, когда вы будете пытаться человека убедить, что ему это надо, вы будете действовать в корне неправильно. Когда человек начнет отвечать на вопросы, проговаривая положительные, восхитительные стороны того, что он увидел, он сам для себя лишний раз убеждается в том, что он делает правильный выбор. И поэтому, ребят, давайте поговорим с вами о том, какие вопросы задавать. Значит, у меня есть два самых главных вопроса, которые я использую всегда. Когда человек пришел ко мне на живую презентацию, я всегда подхожу и говорю, Игорь, что вам понравилось больше всего из того, что вы увидели и услышали прямо сейчас? И второй вопрос у меня всегда после того, как я выслушала первый его ответ. Какие преимущества вы увидели лично для себя с этим бизнесом, с этой компанией, с нашей командой? Вы знаете, вот эти два вопроса, они, во-первых, открытые. То есть человек, который, когда вы задаете этот вопрос, вы тем самым провоцируете человека на длинный, развернутый ответ. И второй момент, именно отвечая на эти два вопроса, вам четко будет понятно, в какую сторону идти дальше. И человеку будет самому понятно вообще, ему стоит за вами идти или нет. То есть здесь вот такие вот два момента очень сильно переплетаются. Самый неинтересный, самый неэффективный вопрос, это вопрос, ну как тебе информация? То есть когда вы говорите просто, ну как тебе информация? Или, ну как бы вот этот вопрос, наверное, самый такой. Человек начинает задумываться, ну как ему информация? Ну и некоторые говорят, ну ничего, ну понравилось. То есть, по сути дела, это как бы ответ такой короткий очень. И очень сложно начинать дальше спрашивать, что вам понравилось. То есть, ну вот в принципе, лучше сразу начинать задавать такой вопрос, который будет открывать. Еще очень важно задавать именно вот такого клада вопросы. Почему? Потому что таким образом вы себя больше позиционируете как эксперт, как человек, который уже серьезно, активно занимается бизнесом, а не как человек, который еще к бизнесу присматривается. Вы понимаете, на этапе закрытия сделки всегда тот человек, которого вы пригласили, в первую очередь себе ищет ответы на четыре вопроса во время презентации. Эти вопросы очень хорошо всегда в своей школе освещает Наталья Лычагина. И вопросы всегда выглядят очень просто. Как, что за компания, что мне нужно будет делать, смогу ли я и смогу ли я с тобой. Так вот, на этапе закрытия сделки человек больше всего отвечает сам себе на последние два вопроса. Смогу ли я и смогу ли я с тобой. И поэтому, когда вы закрываете сделку, вот здесь, на этом этапе все и происходит. И поэтому, если ваша позиция на этом этапе очень четкая, вы уже стопроцентно в бизнесе, вы уже видите все преимущества этого бизнеса, то ваша задача уже изначально себя позиционировать как человека, что вы в бизнесе и вы ищете себе партнеров. И поэтому отсюда вытекает вопрос, что вам понравилось больше всего из того, что вы услышали. Какие преимущества вы увидели лично для себя. И все. И человек, уже отвечая на эти вопросы, через эту призму как бы прошел. Ну а дальше, как говорится, смогу ли я с тобой, все зависит от того, как вы настроены. С каким моментом больше всего мы сталкиваемся на этапе закрытия сделки? Конечно же, это принятие решения. Принятие решения у человека связано с покупкой пакетов. У нас с вами есть несколько видов входа в бизнес. И поэтому весь смысл закрытия сделки всегда очень часто крутится вокруг точно так же. Принятие решений, какой пакет будет человек покупать. И вы знаете, самое первое, наверное, с чем мы сталкиваемся, это с тем, что человек говорит, да, мне все понравилось вообще, вы знаете, тема супер. Ну, конечно, я, может быть, у меня там нет опыта, то есть сомнения, то есть у пятой, десятой, ну да, мне хотелось бы начать. И вот в этот момент, когда человек находится на этапе, что да, ему понравилось, но у него есть сомнения, ребят, вот здесь самое главное – ваша позиция. Как она должна проявиться? В первую очередь вам нужно конкретизировать факт. То есть вот если человек говорит, что мне понравилось и вот это, и вот эта вот фишка классная у вас, и да, и кэш – это вообще тема, вот уже сделайте просто вывод из всего того, что он сказал. То есть я обычно говорю, Сергей, я правильно поняла вас, вам понравилось мое предложение, и вы готовы начать бизнес. Ну, или просто вы готовы начать. Ну, Сергей говорит, ну да, то есть у него еще такая неуверенная позиция, ну, в принципе, уже да. И я его спрашиваю, Сергей, а что вы выбираете, пакет мастер или пакет Power Master Unit? Смотрите, здесь ситуация очень простая. Есть такое правило на этапе закрытия сделки – выбор без выбора. И мы всегда этот принцип стараемся использовать. Почему? Потому что если вы вдруг человеку задаете вопрос, ну, хорошо, с какого пакета вы будете начинать? С Affiliate, Pro, Master или Power Master Unit? Вы понимаете, вы человеку сразу такое количество выбора дали, что, по сути дела, он будет просто выбирать между чем-то, а здесь речь уже идет о стоимости. И стоимость у нас, понятно, от 39 и выше. И вы знаете, сущность человека устроена так, что, конечно, человек, выбирая между чем-то, может начать путаться и выберет самое меньшее. Сразу хочу открыть секрет. Вот когда вы закрываете сделку, если человеку вообще интересна тема дохода, и он готов начинать, то регистрация на 39, она должна происходить как бы промежду прочим. То есть вот я сейчас эффектом закрытой сделки даже регистрацию на 39 не хотела бы ярко выделять, потому что, в принципе, за 39 долларов зарегистрироваться в бизнес можно очень просто. У нас куча подарочных ваучеров, мы можем кому-то подарить этот ваучер, потому что человек будет покупать пакет Power Master Unit, то есть сделать вот такую скидочку ему небольшую, или при покупке пакета мастера, или продать. То есть это здесь сугубо ваше личное дело. Но, тем не менее, вы все равно должны понимать, что когда вы ему задаете вопрос уже выбор между мастером и Power Master Unit, то здесь уже все очень серьезно, потому что с этих пакетов начинается бизнес. И уж коли мы говорим о том, что человек приходит в бизнес, то ему очень важно определить свою позицию, именно бизнес-позицию, потому что между мастером и Power Master Unit, естественно, есть грандиозные отличия. И один из вопросов, который должен прозвучать обязательно в конце, я его сейчас сразу выделяю, чтобы вы его увидели и услышали. Это вы готовы купить сегодня? Сергей, вы готовы сегодня купить пакет? Вот, вы знаете, я, конечно, понимаю, что сейчас в комнате присутствует большое количество новичков, которые только-только начали, как говорится, бизнес в нашей компании, никогда в жизни бизнесом не занимались, и вам кажется, ну вот, хорошо говорить у Харкиной. У нее там опыт за плечами, конечно, у нее там и люди приходят серьезные. Ребят, и когда-то 16 лет назад я была на вашем месте, и вот это вот обучение слушала и ту же самую информацию получала. И у меня тоже были сомнения вот такого плана. Ну как же я могу человеку сказать, вы готовы сегодня заплатить? То есть человек должен сам принять решение, сам деньги принести. Вы знаете, вот честно, человеческое эго устроено так, что если его не направлять правильно и не скорректировать, то у человека и не создается впечатление, что из него может получиться что-то. Вот всегда человеку для какого-то очередного шага очень важно ощущение, что кто-то еще дополнительно в него верит, что кто-то еще в него хочет вложить все время и силы, и он, да, получит результат. Ну вот как-то вот так. И поэтому здесь, когда вы говорите, вы готовы купить сегодня? Если да, то мы уже можем сразу с вами начать и в ближайшую неделю заработать первые деньги. У человека раз, опа, первые деньги, деньги это классно. Поэтому вот эти вот все вопросы, я, конечно, вам короткие какие-то вещи показываю, но вы можете их продолжить для того, чтобы развить тему. Давайте вот вокруг этого сейчас я расскажу самые главные вещи. Конечно же, на этапе закрытия сделки основная проблема у большинства людей – это деньги. Поэтому первое, с чем человек всегда сталкивается, с тем, что нужно заплатить денег, и люди обычно говорят, ну, вы знаете, тут такая ситуация, у меня денег нету. Ну да, я, конечно, с удовольствием бы купил пакет мастера, пакет Power Master Unit, но у меня нет денег, поэтому вот только на 30 дней. Очень часто я наблюдаю такую ошибку, что большинство людей с этой позиции человека соглашаются. Говорят, ну ладно, хорошо, вы тут давайте на 30 дней сейчас я вас зарегистрирую, а там вы и дальше, в общем, собственно говоря, принимаете решения, ну и т.д. и т.п. Знаете, обычно я людям говорю другие вещи. Я смотрю на человека абсолютно простым взглядом и говорю, «Сергей, вы знаете, вот каждый первый человек, который садится на ваш стул, который приходит ко мне на встречу, на наши презентации, это человек, который в первую очередь ищет возможность дополнительного дохода либо желание зарабатывать серьезные деньги». Вас же интересуют серьезные деньги? Человек говорит, да. Я говорю, понимаете, к нам всегда приходят люди, у которых денег нет. Наш бизнес вообще построен на принципе того, что бизнес – это инструмент, с помощью которого деньги можно зарабатывать. Поэтому мы не ищем людей, у которых есть деньги. К нам всегда приходят люди, у которых денег нет. И поэтому вы должны понять, что если у вас сегодня нет денег, то это не страшно. Деньги можно найти. И одно из самых золотых правил, которое вы должны запомнить раз и навсегда, и вообще никогда в жизни не опускаться до уровня человека, который сейчас перед вами стоит и говорит, что у него тяжелое финансовое положение, у него нет денег. Золотые правила выглядят всегда очень просто. Если вы кого-то заинтересовали в чем-то очень сильно, то цена не имеет значения. И поэтому если перед вами сидит человек, который 15 минут, либо 40 минут назад до презентации говорил о том, что у него все плохо, зарплату ему на работе не платят, или его зарплата настолько маленькая, что у него нет сил платить ипотеку, и вы понимаете, что у него дыра в кармане, а тут вы ему еще предлагаете пакет за 50 с лишним тысяч. То есть у вас не должно формироваться вот этого внутреннего страха. Потому что поймите, пожалуйста, что в первую очередь мы продаем людям возможность, как инструмент, с помощью которого он может уже завтра изменить свою жизнь и перейти качественно на новый уровень. И вот эта вот возможность, она, конечно, денег стоит. И где он деньги возьмет на эту возможность, нас вообще не волнует. То есть мы не входим в положение людей. Я обычно в простом разговоре говорю и рассказываю свою историю. Я говорю, вы знаете, когда мне предложили этот бизнес, вы не поверите, у меня тоже не было денег. А мне пришлось их занять. И да, я пошла и заняла деньги, и у своих друзей и знакомых сказала, ребят, мне вот срочно надо на одно серьезное дело. Короче, отдам, ну, через месяц-полтора. То есть самый главный вариант, никогда не рассказывать, что вы деньги занимаете на бизнес. Потому что, ну, к сожалению, наши друзья так устроены, что если мы работали всю жизнь на работе, только решили бизнесом заняться, и мы денег занимаем, то у них может такой страх сформироваться, что у нас бизнес не получится, и поэтому денег, собственно говоря, никто и не даст. Вот. А когда вы говорите, что вам срочно надо, то, в принципе, большая часть людей нормально, лояльно реагируют. И когда вы говорите сроки, то то же самое все происходит. Поэтому я обычно делаю так. Ну, вот золотой, еще один секрет вам рассказала. Но, тем не менее, без этого никак. И поэтому, когда мне человек говорит, классно, Ольга, я, вы знаете, я действительно хотел бы купить пакет Power Master Unit. Ну, вот у меня денег нет, ну, вот на мастера я, наверное, наскребу. 90% людей, которые проводят встречи, вот на этом уровне сделки, люди очень радуются. Фу, слава богу, хоть мастера купят. Вы знаете, честно могу сказать, нет, это хорошо, что он уже принял решение пакет мастера купить, но, тем не менее, на этом этапе нет смысла прекращать закрытие сделки. Потому что я всегда говорила и говорить буду, нужно очень серьезно показать, во-первых, в чем разница между пакетами, чтобы человек это с первого раза услышал. И обязательно показать, что все пакеты, которые он сегодня покупает, они не содержат глобальных рисков. Мало того, весь наш бизнес, особенно с покупкой пакетов, это самоокупаемое предложение. И поэтому в любом случае, неважно, или он 20 тысяч сейчас за пакет мастера заплатит, а потом будет этот Power Unit докупать, или он сразу за Power Master Unit заплатит, он в любом случае купил бизнес-предложение, которое ему окупится, в отличие от всех других бизнес-проектов, куда сегодня можно приходить. И поэтому, ребят, вот на этом этапе, пожалуйста, разверните немножечко, хотя бы минуты на три, свою речь для того, чтобы показать, что такое самоокупаемость наших пакетов, и почему предложение, по сути дела, выгодное даже на 50 с лишним заходить прямо сегодня. Потому что разницы между тем, что сегодня 20, а завтра 30, особой нету. Лучше сразу 50 и все. В чем смысл самоокупаемости предложения и самого пакета? Я всегда говорю несколько главных козырей. Я говорю, ну, во-первых, весь наш бизнес строится на построении сети. То есть если мы хотим зарабатывать серьезные деньги, мы должны построить сеть. И именно поэтому в наших пакетах есть ваучеры на 39 долларов, поэтому вы будете приглашать первых партнеров. Ваш доход, пожалуйста, 12,5 тысяч рублей вы заработаете. Второй момент – golden point. Вчера вот буквально президент Даймонды из Дубаев делали конференцию, и шикарный Сергей Шевченко представил программу golden point. Тут просто понятны выгоды каждого человека. И, естественно, в пакете и мастера, и power master unit эти golden point содержатся. Поэтому в любом случае или 200 внутренних долларов, или 400, или еще больше, но они есть. Пожалуйста, пользуйтесь на здоровье. Вы сэкономите, а сэкономленные деньги заработаны. И третий и четвертый самый важный козырь, когда я всегда включаю на закрытие сделки, это, естественно, AdCash и PowerShare, то есть наши солнечные панели. Я всегда говорю две вещи. Вы понимаете, вы в любом случае мастер. У мастеров, у одних из первых заработает AdCash доход от звонков. Следовательно, на первом этапе месяц, второй и третий вам уже начнут приносить прибыль. Когда начнут работать AdCash, платя мастерам от звонков, вы узнаете, потому что все наши чаты будут красного цвета от этой радостной новости. Все социальные сети, Facebook и ВКонтакте будут об этом пестрить и рассказывать. И поэтому вы не пропустите столь грандиозное событие мимо. И второй момент, все, что касается продукта PowerMaster Unic, я то же самое провожу параллель. Почему? Потому что сегодня можно в любую сетевую компанию прийти. Можно прийти в компанию с косметикой, с БАДами, с кофе, с бытовой химией, с посудой, с тряпочками, куда угодно. И везде, где бы вы не хотели делать бизнес, вам нужно купить продукт. Продукт, либо услугу компании. Но весь смысл в построении бизнеса – это всегда построение команды. Поэтому продадите ли вы эту услугу или продадите ли вы этот продукт, еще никто до конца не знает. И поэтому в тех компаниях никогда нет возможности через год вернуть товар обратно. И только в нашей компании есть вот это беспрецедентное предложение, что PowerShare, та самая солнечная панель, если по какой-то причине вас не устраивает, вы можете через год ее вернуть обратно. Поэтому какие риски, тысячу, сто долларов вы получите. И поэтому на этапе закрытия сделки вы должны просто показать вот эти моменты, чтобы человек, во-первых, понимал, во-вторых, чтобы он не пропустил мимо выгодность предложения, и в-третьих, чтобы у него четко отложилось, что именно сейчас, именно здесь, в этой компании самое выгодное предложение. Потому что, к сожалению, бывает очень часто такой момент, чтобы вам человек пришел на презентацию, либо вы ему скинули ролик, поговорили с ним, и, знаете, ему тут же в скайп стучится другой человек и говорит, «Эй, Серега, привет, брат, слушай, у меня тут тема». И он раз, ему другой ролик. И потом в конце, вот на заключении сделки, он говорит важные слова. Он говорит, «Ты ничем не рискуешь, потому что то-то, то-то, то-то». Все. И человек пойдет туда. И поэтому вы должны прекрасно понимать, что на этапе принятия сделки есть один самый главный подводный камень о закрытии сделки и на этапе принятия решения. Человек очень часто говорит такую золотую фразу. «Вы знаете, мне все понравилось, но мне надо подумать. Вообще все, я, да, вот давайте, в общем, все, пока я пошел». Ну, конечно, понятно, за руки мы его не держим, он пошел. Но дело в том, что вы должны четко знать. Когда человек уходит от вас со встречи, он в первую очередь идет делать две самые ненужные вещи. Во-первых, он идет, советуется с друзьями, во-вторых, он пытается делать уже презентации, таким образом прощупывая свое ближайшее окружение на момент, пойдут за ним люди или нет. Вот это, вы знаете, это вот прям на самом деле такая головная боль, но на эти грабли наступают абсолютно все люди, которые уходят от нас, и мы ничего с этим сделать не можем, но я вам открою тайну. С этим можно сделать все, но самое главное, чтобы вы знали, эти грабли есть у вашего приглашенного. И поэтому я называю такой прием. Это, во-первых, секрет номер два, он заключается в том, чтобы назначить вторую встречу, и также секрет номер два при закрытии сделки – это одеть каску человеку. Давайте по порядку сейчас несколько моментов отсвечу. Значит, почему советы с друзьями не работают, я думаю, разжевывать никому не надо, потому что все прекрасно понятно, что у него друзья не специалисты сетевого бизнеса, и вообще, скорее всего, бизнесом никаким не занимались. Мало того, что сегодня о сетевом бизнесе в России позитива всего 15%, то постоянно угольный негатив, к тому же пирамиды и хайпы пробежались опять по стране так, что мама не горюет. И поэтому, естественно, когда человек после презентации приходит радостно и своим френдам начинает рассказывать, о, ребята, такая тема классная, то, к сожалению, на 99% он услышит, «Ты что, с ума сошел? Это же пирамида!» И все. И поэтому вот вы просто должны быть готовы к тому, что ваш приглашенный, уходящий от вам, на этом этапе в первую очередь и поломается. И поэтому, ребята, если вы хотите, чтобы у вас сделки закрывались, чтобы те люди, которых вы, ну, как, собственно говоря, по крупицам собираете на своей презентации и приглашаете в таком огромном количестве, все-таки выходили в хорошие качественные партнеры, то важно все это дело использовать. Итак, что же здесь главное? Давайте в первую очередь поймем, почему человеку так трудно принимать решение. Человеку очень трудно принимать решение, потому что из 100% информации, ну, я имею в виду, почему человек после первой же встречи сразу не говорит, все, зашибись, я покупаю пакет, поэтому я вот сейчас буквально схожу домой за деньгами и вернусь. Почему этого не происходит? Человек, когда выслушал всю вашу информацию, либо посидел на презентации, либо посмотрел ролики, уж если он ушел на YouTube, поверьте, он очень много еще пересмотрит, у него происходит передозировка. И он столько информации через себя пропускает. Но, к сожалению, проблема информации в том, что с первого раза мы только 30% ее понимаем. И вот этих 30% их как бы мало для принятия решения. То есть информации много, а 30% мало для принятия решения. И поэтому происходит такая ситуация, что человеку на самом деле трудно принимать решение, чтобы, собственно, купить пакет, особенно вложить крупную сумму денег в свой бизнес на начальном этапе. И вы должны понять, откуда же ноги растут у всех этих дел, и как сделать так, чтобы на этом этапе все получилось гладко. Давайте перейдем к основным секретам. Итак, значит, самый главный секрет, который я всегда позиционирую, это секрет назначения второй встречи. Потому что вы должны знать, когда человек мучается на этапе принятия решения, его на самом деле мучают только два вопроса. Это первый вопрос, где взять деньги. Второй момент, это как отдать деньги. И вот это вот его просто не дает ему покоя, даже в тот момент, когда он информацию получает. И вы должны понимать, что когда человек от вас уйдет, он будет продолжать мучиться этими вопросами. И, к сожалению, эти вопросы, не найдя ответа в его голове, скорее всего, воспроизведут прицательное решение на принятом решении. Чтобы этого не произошло, сначала используем секрет номер два. То есть такой шажочек очень важный. Это назначение второй встречи. Я на самом деле очень много провожу живых встреч. Ну, это понятно, что с теми людьми, которые живут в городе, я могу провести живые встречи. Но, естественно, у меня точно так же есть люди и в скайпе, с которыми я общаюсь, и в социальных сетях. И поэтому я всегда использую поэтапное движение сделки. Первый этап я дала информацию, и в конце я всегда говорю такую волшебную фразу. Я отпускаю человека, и я говорю, Сергей, у меня для вас новость. Одна хорошая, другая очень хорошая. Ну, в первую очередь, я хочу вам сказать, что на сегодняшний день информации я вам дала очень много, поэтому я больше вам сейчас ничего не буду рассказывать. Но у меня еще есть другая новость. Я вам не все рассказала. Вы знаете, я очень часто вижу на встрече такую ситуацию, человек вот на этом моменте выдыхает. Он, ху, боже, она мне еще не все рассказала, поэтому мне так трудно принять решение. Поэтому я не знаю, то ли мне да, то ли мне нет. Но на самом деле за этим скрывается другое. То есть я говорю, Сергей, я вам еще не все рассказала. Давайте с вами, ну, не могу с первого раза все рассказать, новую информацию. Давайте сделаем так. Мы сейчас с вами расстанемся и встретимся обязательно завтра в 12 часов. И я вам расскажу, как заработать первые 500 долларов. Так, еще раз целиком повторяю фразу, чтобы вы ее поняли. Сергей, у меня для вас две новости. Одна хорошая, другая очень хорошая. Во-первых, на сегодняшний день я вам больше информации никакой не дам, потому что ее и так много, и мы сейчас с вами расстанемся. Но я хочу вам сказать, что я вам не все рассказала. И поэтому у меня к вам предложение. Давайте встретимся завтра, и я расскажу, покажу, как заработать первые 500 долларов. И предлагаю завтра встретиться в районе 12 часов. В общем, вот здесь вот в этой фразе скрыто очень много важных факторов. В первую очередь вы подчеркиваете момент важности второй встречи, что вы завтра в 12 уже встречаете. Я обычно предпочитаю сразу, при том, как я иду на встречу с будущим потенциальным партнером, либо с человеком, уже прикидывать, как завтрашний день мой будет устроен, чтобы эту встречу куда-то вставить. Потому что если я скажу, что давайте встретимся завтра, и я вам перезвоню, скажу, когда, на этом этапе можно человека потерять. То есть у него же свои планы живут своей жизнью. Поэтому время лучше назначить конкретно. И когда вы человеку говорите, приходите завтра, я расскажу и покажу, как заработать первые 500 долларов, то у человека как минимум, а, срабатывает жесткий интерес, желание безумное узнать, что же нужно делать, потому что 500 долларов – это деньги. И второй момент, я хочу обратить ваше внимание, что я не говорю, как можно заработать первые 500 долларов в неделю или первые 500 долларов в месяц. Я вообще не говорю, как заработать 500 долларов. Я просто говорю, как заработать первые 500 долларов. То есть вот это вот сочетание слов на самом деле является очень важным, чтобы вы потом, ну, как говорится, как ложь на гребешке не крутились, когда вас счет перед фактом поставят, ну, вы же мне сказали 500 долларов в неделю или за месяц. То есть, ну, нет смысла. Вот, поэтому понятно, что на второй встрече мы уже будем ему чуть-чуть детальнее показывать маркетинг с пакетами, да, и чуть-чуть детальнее приоткрывать завесу чего-то. Но я вам больше хочу секретов открыть. На втором встрече вы будете больше работать с его возражениями. Потому что на самом деле, чтобы человек принял решение до конца, ему нужно ответить на его возражения. И тема возражений, она очень важная. Вы и на первом этапе закрытия сделки с ними, с этими возражениями будете сталкиваться. Я сейчас просто эту тему не буду раскрывать, потому что на следующей неделе для вас будет суперспикер разрывать эту тему, и вы узнаете все секреты работы с возражениями. Итак, значит, вы человеку сразу перенесли и назначили вторую встречу. Поэтому вторая встреча будет содержать информацию, когда вы будете раскрывать потенциал, как же все-таки здесь можно заработать деньги. Но и последний прием, который я использую, это, конечно, одеть каску. Ребят, вот как бы смешно это не выглядело, но каска нужна именно потому, что люди идут советоваться. И понимаете, ваша банальная фраза, которую вы говорите, слушай, Миш, ну давай так, договоримся, ты там сегодня сильно ребятам не рассказывай, ну уж тем более не надо идти советоваться по поводу бизнеса, потому что у тебя Вася слесарь, Коля механик, и поэтому ты от них ничего не услышишь. В общем, это смысла не имеет, потому что люди все равно советоваться будут. А одеть каску можно будет очень просто. Я обычно, когда с человеком расстаюсь, да, на этапе, когда мы до свидания друг другу говорим, я последние три копейки вставляю. Я Сергею как бы пожимаю руку, да, там, или говорю, беря его аккуратно за локоть, и говорю, Сергей, вы знаете, у меня есть к вам одна просьба. Придержите, пожалуйста, ту информацию, которую вы сегодня услышали от меня, от дальнейшего продвижения среди своих друзей и знакомых. Дело в том, что когда вы начнете рассказывать, ваши друзья и знакомые начнут задавать вам вопросы. Вы, к сожалению, еще сами не до конца компетентны в этом, и поэтому есть шанс, что вы просто на них не сможете ответить, тем самым испортите их впечатление. И потеряете своих первых, возможно, очень серьезных партнеров. Поэтому давайте сделаем так. Вы придете завтра, я вам завтра кое-какие моменты расскажу и отвечу на вопросы, а потом вы уже начнете действовать. Ну, то есть, вот как-то вот так вот это обычно у меня выглядит. Вы знаете, в большинстве случаев, я потом, когда с этими людьми подписывала, скажем, контракты, то есть, они приходили в команду, и многие потом слушали мою вот эту школу закрытия сделок, и мы потом встречались и смеялись, потому что люди говорили, что да, это очень необычно выглядело, такое легонькое предупреждение в конце. Но на самом деле, в большинстве случаев это срабатывало, потому что человек устроен очень просто, он боится выглядеть некомпетентным в глазах своих друзей и партнеров, и поэтому зачастую придерживается вот этого моего совета. И потом, когда после второй встречи человек уже принял решение и начал действовать, он на самом деле очень рад, что он ничего никому не рассказал, потому что, начав делать правильные звонки, он уже не портит рынок. И поэтому вы можете вот это вот аккуратно использовать. Но фраза, самое главное, ее клише звучит так. Придержите, пожалуйста, информацию от дальнейшего продвижения. На самом деле, самое главное, чтобы у вас уже завтра была эта встреча, либо, я вам открою самый главный секрет, либо сегодня вечером уже был разговор втроем. Ни для кого не секрет, что очень часто ситуация происходит такая, что даже на этапе закрытия сделки, когда мы подошли к самому главному, мы настолько не уверены в себе. Мы настолько, ну просто у нас сил нету задавать такие сильные утверждающие вопросы. Ну мы еще не наработали вот эту свою статику, у нас еще понимание у бизнеса, у самих все трясется внутри. Ну понятно, да? Поэтому, ребят, вы должны знать, у вас есть самое сильное движущее оружие, это ваш спонсор. Ну оружие, конечно, я в кавычках. Почему? Потому что вы должны понимать две вещи. Вы можете преуспеть только тогда, когда научитесь работать в паре. Потому что сначала вы работаете в паре со спонсором, потом вы сами становитесь спонсорами, работаете в паре со своими людьми. Поэтому, если вы не уверены на этапе закрытия сделки, то используйте буквально 2-3 вопроса, после чего говорите, слушай, я понял, у тебя очень много вопросов, ну вы же чувствуете, что не можете отвечать, да? Давай сделаем так. Сегодня человек, с которым я сейчас веду этот бизнес в партнерстве. Вот знаете, вот когда вы говорите «человек, с которым я веду бизнес в партнерстве», оно иногда лучше звучит, чем спонсор или наставник. Некоторые люди не воспринимают вот этой вот нашей аббревиатуры, поэтому просто «мой партнер по бизнесу» или еще что-то. «Давай сделаем так, я тебе предлагаю сегодня на скайпе встаем вылезти, и ты сможешь легко эти вопросы ему задать». А он ответит, потому что у него, во-первых, а опыт, во-вторых, а доходы уже несравнимые, и ему легко будет тебе скрыть все вот эти вот секреты. И второй момент, конечно, если ваш спонсор живет в городе, то лучше всего со спонсором изначально договориться о том, что у вас есть новенькие люди, которым вы сейчас даете информацию, поэтому вам нужна живая встреча, и я вам всегда рекомендую делать так. Вас завалил человек, приглашенный вопросами, берете телефон, звоните и говорите там, «Дмитрий, привет, слушай, у меня здесь человек сидит напротив, которому очень понравилась наша тема, он меня просто завалил вопросами, скажи, пожалуйста, когда ты свободен, потому что нужна твоя помощь». Все. И вот таким образом состыковали. И дальше уже человека отпустили спокойно, каску одели, и на встрече со спонсором все это решили. Самое главное, тройной разговор в скайп должен состояться в первые 24 часа, желательно, с момента подачи информации. То есть здесь, ребят, мы живем в своем мире, скорость играет значение. То есть если вы дали человеку информацию, чем быстрее, тем лучше, потому что люди имеют свойство остывать и находить в интернете то, что им не нужно. И чем быстрее произойдет вот эта конкретная встреча, где будут факты, цифры и нужные вещи, тем легче человек будет принимать решения, опираясь на них, нежели на всякую ерунду, которую он может найти. Живая встреча вообще работает уникально, потому что, ну, понятно, тут уже даже объяснять не надо. Последний совет, который хочу дать, это слушайте свое внутреннее «я». Когда вы разговариваете с человеком, постарайтесь услышать его, господи, услышать сначала себя, что подсказывает вам сердце в очередной раз, когда вы хотите тот или иной вопрос задать, или так, или поэтому ответить. Вот то, что я вам сегодня набросала, это, по сути дела, немножко индивидуально может каждому из вас подходить, и вы можете чем-то пользоваться, чем-то не пользоваться, какие-то фразы изменять. Но старайтесь сильно далеко не отходить от темы, потому что чем конкретней вы будете, тем легче человеку с вами. Когда вы начинаете с 30-го царства начинать, и его какими-то непонятными кругами водить, человек сам не может понять, что вы от него хотите. Вы знаете, в любом случае, сколько бы вы ни говорили о нашем бизнесе с человеком, на конце будет один вопрос. Когда ты готов купить пакет? И утверждение «деньги давай». Понимаете, если речь идет о том, что в бизнесе и бизнес-партнеры, нужны, то в любом случае закончится встреча вот таким вопросом. Поэтому вы должны быть готовы такие, как говорится, утверждающие фразы произносить. У вас есть деньги? У вас деньги с собой наличкой или на карточке? Мы можем оплатить ваш пакет через Киви. У вас нет карточки? Отлично. Наличка с собой? То есть вы не стесняйтесь такие вещи проговаривать. Это нормальная ситуация. Последнее, о чем я хочу сказать, это то, что главный секрет, когда вы закрываете сделку, говорите с кандидатом о моего целях. Вы знаете, очень часто закрытие сделки происходит за две минуты, потому что важно просто показать, как человек может реализовать свои цели, начав в бизнес-форл. Я очень часто сталкиваюсь с тем, что люди, которые сегодня ищут вариант дохода, они в первую очередь ищут не просто возможность зарабатывать деньги, они ищут возможность чего-то стабильного, надежного, с помощью чего бы они могли изменить свой образ жизни. То есть у них появилось бы возможности больше путешествовать, больше проводить времени со своими любимыми, наконец-то заняться спортом, там еще что-то, еще что-то. И поэтому, когда вы закрываете сделку, вам нет смысла доказывать, что это кэш – это классно, что без солнечных панелей, в общем, планета захлебнется в газах, мы все умрем. Да нет, конечно. Вы знаете, для человека, по сути дела, на это все равно, потому что его в первую очередь интересует свое, своя жизнь. Поэтому, если вы ему скажете, что сегодня World – это бизнес, который ты можешь вести, во-первых, дистанционно, потому что это интернет, у нас куча онлайн-обучения, то есть для тебя это все легко и просто. Даже несмотря на то, что у тебя маленький ребенок, ты сможешь, уделяя время этому бизнесу, преуспеть. И благодаря этому бизнесу ты можешь построить географическую команду в любой стране. Если ты мечтаешь путешествовать, пожалуйста, можешь путешествовать по миру с нашим бизнесом. Хочешь, поедешь в Тунис, там у нас супер-партнеры, хочешь, поедешь в Европу, там у нас супер-партнеры, пожалуйста. То есть покажите ему бизнес немножко с другой стороны. И вы знаете, большинство людей, они на самом деле на этом этапе легко принимают решения, потому что они мечтали о том, что можно было бы путешествовать и зарабатывать. Супер-классно. Замечательно. Итак, значит, давайте подытожим. Я постаралась вам самые основные моменты сейчас, ребят, проговорить. Если у вас есть ко мне вопросы, буквально в течение следующих пяти минут я вам на них отвечу, поэтому начинайте писать, я пока буду подытоживать то, что сказала. Когда вы дали информацию, остановитесь вовремя и начните задавать вопросы человеку. С помощью вопросов вы четко поймете, в какую сторону идти дальше. Наша основная задача подойти к выбору пакета. При выборе пакета показать, самые главные два пакета, пакет мастера и Power Unit, показать преимущество и самоокупаемость. Не стесняйтесь, говорите деньгах. То есть говорите конкретно, что деньги нормальная ситуация, и вы тоже заняли. То есть не стесняйтесь, если заняли на бизнес, говорите. Если вы чувствуете, что у человека произошел информационный перегруз, и он уже ничего не воспринимает, а это 100% так, то лучше сразу остановитесь, перейдите к назначению второй встречи. Либо перейдите к тому, что сегодня будете вечером встречаться в скайпе, на разговоре втроем. Обязательно оденьте каску, то есть чтобы человек хотя бы первые 3-5 часов, пока вы до скайпа втроем не добрались, не начал всем своим друзьям и знакомым уже эту тему позиционировать, дабы не столкнуться с какими-то отказами на первом этапе еще до момента заключения контракта. И последний момент. Не забывайте при закрытии сделки не просто задавать вопросы, а еще говорить о том, как он сможет реализовать свои цели, делая бизнес с World. Чем конкретно мы так преимущественно хороши? То есть вот эти вот моменты, они важны. Если вы все эти фишки будете использовать в разговоре, то поверьте мне, вы добьетесь большего количества закрытых сделок и у вас будут супер-партнеры. Самый последний, собственно говоря, совет, который я хочу дать. Никогда не спорьтесь с людьми на встречах. Бывает такая ситуация, попадаются люди, которые начинают очень сильно ковыряться в наших продуктах, либо в нашем маркетинге, потому что у них уже есть, может быть, опыт не очень положительной работы в других компаниях. И они, и, в общем, разговор переходит в спор. Как только вы чувствуете, что вы начинаете спорить и давить на человека, остановитесь. Потому что вы, конечно, его можете переспорить и задавить аргументами, но не всегда человек, которого вы задавили аргументами, станет вашим партнером. Потому что когда вы задавили человека, человек уходит со встречи, ощущая себя поверженным. И на этом этапе человеку очень сложно прийти к вам в партнерство. Поэтому всегда ведите беседу на том уровне, что вы хотите больше человеку дать возможности, нежели переубедить его жить по-другому. Вот именно с позиции, что вы готовы отдавать, ваши сделки будут закрываться наилучшим образом. Потому что в данный момент, действительно, когда мы хотим, чтобы у нас в первой линии появился новый партнер, у нас готово место под солнцем, куда мы хотим как можно больше вложить своих усилий и знаний для того, чтобы этот человек заработал деньги, следовательно, и мы заработаем. Здесь же все вот так вот у нас. Так, вопросы не по теме, когда будут все товары на складе продуктов. Какие все? Извиняю за подробности. У нас все, что есть на складе, уже все есть. Планшеты есть, пожалуйста, покупайте. Все, как только будет появляться, сразу на склад. Поэтому, ребят, все в процессе. Солнечные панели, насколько мне память не изменяет, не кончились, это тоже наш шикарный продукт. Поэтому продавайте на ура. Самая большая прибыль, кстати, если вы хотите зарабатывать. Итак, значит, с учетом того, что у вас вопросов по теме нету, я перейду сейчас к самому главному фактору. И у нас сейчас состоится... Так, вопрос пришел, да? Как быть, если после презентации человек готов, но у него нет возможности встретиться в ближайшие 72 часа. А потом при ближайшей встрече у него меняется решение. Так, ребят, ну вот смотрите. Если человек готов купить пакет, я правильно понимаю, да? Если человек готов купить пакет, и у него нет времени встретиться, то, по сути дела, для этого есть скайп. Потому что, чтобы купить пакет, он нам лично живьем прям тут не нужен. Он должен достаточно ему положить деньги на киеве. И потом, используя открытый экран скайпа, мы его проведем по всем участкам. Если человек говорит, да, мне ваша тема очень сильно нравится, я давно искал такой вид бизнеса, но у меня тут куча-куча вопросов, я еще не до конца разобрался. И вы ему предлагаете встречу, и встреча потом не состоялась, а потом состоялась, и человек говорит, вы знаете, я передумал. Здесь вообще на самом деле у вас будет происходить работа с возражениями. Потому что, скорее всего, его передумывание сражилось не от того, что он разочаровался, а от того, что он просто перегрелся и получил какую-то лишнюю информацию, либо словил несколько лишних эмоций. Потому что человек просто, одна из самых главных эмоций, это я не смогу, у меня не получится. Поэтому вот на этом этапе ваша задача как раз второй встречи показать ему деньги. То есть вот все равно встреча должна состояться в любом случае. Сначала вы слушаете его возражения, ответите, а потом плавно из возражений придете к деньгам. И если у человека действительно цель была зарабатывать деньги, то вся ваша вторая встреча должна крутиться вокруг его целей. Понимаете, все цели вообще на самом деле в жизни измеримы. То есть измеримы, как правило, какими-то предметами. Предметы стоят денег. И поэтому, когда речь идет о бизнесе, о предметах, значит, надо четко понять, о каких деньгах идет речь. И уже вот от этих денег хотя бы частично отталкиваться. Ну, в общем, ребят, тут, конечно, можно много говорить, все секреты за 30 минут не раскроешь. Так, давайте, значит, по поводу негатива, который есть в интернете. Вы знаете, ребят, вот сразу хочу сказать, если бы мы продавали хлеб через сетевой маркетинг, завтра бы весь интернет пестрил тем, что хлеб яд, и вообще от него умерло больше половины человечества. И что хлеб номер один продукт, стоящий, ну там, по смертельности заболеваний. То есть это ДТП. Понимаете, это всегда так. И поэтому вы должны понять, что на любую компанию сегодня можно найти негатив, на любой продукт можно найти негатив. И негатив, это, в первую очередь, всегда сопровождается у тех компаний, у тех продуктов, которые являются инновационными. Потому что люди у нас устроены очень просто. У нас, понимаете, мозг за вхоз. То есть, а сердце хозяин-барин, да, и поэтому, когда сердце хочет, в этот момент включается мозг. И мозг, это такой страшный предатель, потому что он навсегда старается сделать так, чтобы лишить вас мечты. И вы должны просто научиться с этим мозгом работать. Мозг, почему за вхоз? Потому что, когда вы говорите, я хочу зарабатывать миллион, жить в квартире площадью 300 квадратных метров с видом на море и иметь машину не ниже там, не знаю, Mercedes 350, то в этот момент включается мозг. Он начинает биться о стенки головы. Почему? Потому что, когда вы хотите миллион, а у вас последняя зарплата 15 тысяч рублей, то он начинает оценивать ваши ресурсы. И первое решение поисковой системы мозга, которую он выдает, звучит так, ты что, с ума сошел? Я больше 15 тысяч зарабатывать не умею. Какой миллион? У нас, мы не знаем, как это сделать. Хозяин, остановись. Понимаете, вот именно поэтому и поэтому все те люди, которые сегодня в интернете что-то пишут, это просто люди, которые слушают свой мозг, потому что они, в первую очередь, оценивают уже ту информацию на рынке, которая есть, и сверяют ее с нашей, и понимают, эррор, извините, сбой системы. Но они не понимают, что есть другие люди, у которых сердце – это хозяин-бары, и если они решили осуществить свою мечту, то задача мозга – это прокачать все необходимые ресурсы и сделать. И именно так выглядит сегодня наш президент Павел Гальди. И поэтому просто привыкните к тому, что вы работаете компанией, которая на 153 шага уже впереди всех других. И поэтому, да, конечно, будет негатив в интернете. Нормальная ситуация. Все хорошо, ребята. Так, дальше еще вопросы. Какую инфолитературу посмотреть? Награйте в поисковике «Закрытие сделки» и смотрите все, что касается закрытия сделки. Потому что здесь и работа с возражениями очень много тем, и ведение переговоров очень много тем. Качаете аудиокниги и что-то слушаете для себя. А самый лучший вариант, Александр, вы не поверите, но это практика. Потому что я вам рассказала самую главную выжимку, которую изучала все 15 лет. Ну и поверьте мне, что я за 15 лет провела столько встреч, что вот это вот уже шаги, которые просто наработаны и нет смысла изобретать и добавлять апгрейд этому велосипеду. То есть вот он ездит, вот пользуйтесь. Поэтому лучше вот как бы основные фишки возьмите и попробуйте их хотя бы частично заливать в свои встречи и поверьте, что вы результат получите.